Всемирная паутина Возможно, заменит реальный шопинг Никак нельзя пустить в игнор и коммуникативную роль виртуального пространства И если приверженцев реального времени еще терзали смутные сомнения в успешности интернет-предприятия То с появлением социальных сетей даже им пришлось склонить голову и признать виртуальному пространству быть У меня есть несколько страниц, Facebook, ВКонтакт И в принципе, я особо не пользуюсь другими порталами Вот я такой социальный человек Первооткрывателями интернет-просторов стали, конечно же, западные селебы Пап Дэдди, Джастин, Тимберлейк, Перис, Хилтон Их аккаунты становятся стартовой страницей, а профайлы пестрят комментариями поклонников и недругов со всей земли Леди Гага и Бритни Спирт сражались за звание самой популярной персоны Твиттера 2010 Выиграла в той гонке, кстати, Гага В руки казахстанских звезд мировая забава попала не столь давно К слову, самыми продвинутыми почему-то оказались звезды телеэкрана Я знаю, что у Баяна Сентаева есть свой блог, да? Я знаю, что у Адиля Лияна есть свой блог Я периодически захожу к Адилю, читаю На фейсбуке достаточно много артистов Я знаю то, что там есть группа Бионик Я знаю то, что там есть Махпала Сабекова, Алмаз Кишкинбаев Главным героем социальных сетей Казахстана можно уверенно назвать Нера из группы Не все сказано Виртуальных друзей у него 100 тысяч человек А комментарии к новому видео, как правило, зашкаливают за 10 тысяч Я бы хотела похвалить Нера из группы Не все сказано Потому что этот человек, по крайней мере, проект Мой мир использует на все 100 У него миллион друзей, наверное, в моем мире Ну я же не виноват, что все люди хотят с нами дружить Например, на моей странице, там, не знаю, сейчас 100 тысяч друзей, наверное Ну, я не предлагаю лично, мне предлагают Как бы, людям нравится наше творчество, я соглашаюсь, как бы Не отстают от Нера и коллеги по рэп-цеху Товарищи-фристайлеры, как выясняется, одни из самых продвинутых пользователей Алькатрас versus нас, некогда участник проекта NG Уже давно сделали соцпорталы личным инструментом пиара Есть такой плюс, что если ты выкладываешь клип, допустим, сначала в сети Ты можешь посмотреть, почитать мнение людей, что они скажут И потом уже понимать, сколько денег, там, вбивать в ротацию этого клипа, допустим Стоит ли он вообще того, чтобы тратить на него деньги Так рок-группа Мотороллер изначально обрела популярность именно в виртуальной среде И лишь спустя некоторое время треки бэнды вышли в массы реальные Я обернулся, что за бред Передо мной стоял мой дед Мой дед, который в 45-м был убит Основную часть видео Мотороллеры выкладывали в инете Как результат, сейчас коллектив более известен в соседней России, нежели у себя на родине в Казахстане Небольшой какой-нибудь ролик, снятый там на домашнюю камеру или на сотовый телефон Он гораздо может стать популярнее за 2-3 дня С помощью там, не знаю, Ютуба Того же, чем артист, который начинает и выкладывает огромные деньги на ротацию здесь И остается известен только здесь Выкидывать на ротацию хровно заработанные не пожалели и три у Буаржиро Презентацию первого видеоролика на песню «Мост» коллектив решил провести на одну из блок-платформ Мост, шарф, дождь, запах, зонт, кисть, взгляд, достаточно Только на Ютубе за первые три недели клип посмотрело более 40 тысяч человек Результат мгновенной затраты 0,0 Именно из-за того, что клип был презентован в интернете и получил такой большой резонанс С нами связался немецкий музыкальный телеканал Они, заинтересовавшись, попросили у нас разрешение ротировать видео и у них в Германии Первооткрывателями находчивых Буаржиро назвать сложно Интернет-порталы пестрят заголовками все новых исполнителей Попадаются среди виртуального мусора и весьма достойные вещи Смотрим на людей, какие треки больше нравятся И потом уже думаем, что снимать И снимали мы первый клип Мы сделали его для сети Это так получилось, что он понравился людям и попал на ТВ И все же казахстанским небожителям до запада, как до луны Популярность соцсетей приобретает чудовищные размеры У психологов уже появился термин Интернет-зависимость, который борется наравне с наркологической Скандалистские бунтарки Линдзи Лохан не так давно поставили диагноз Зависимость от Твиттера, которую сейчас активно лечат в психиатрической лечебнице Лос-Анджелеса А ее коллеги по цеху в это время истребляют себя посредством собственных страниц Даешь виртуальную смерть! В официальном твиттере Джастина Тимберлойка было помещено, что Джастин умер И было очень странно Сначала показалось, что возможно страницу вскрыли Хотя затем все разъяснилось Оказалось, что идет сейчас очень серьезная кампания по сбору средств для Африки Из желания собрать миллион долларов для благотворительного фонда Keep a Child Alive Ряд селебритис, а это Леди Гага, Алиша Кис, Элайджа Бут, Джастин Тимберлэйк самоубились в Твиттере, Фейсбуке и в других соцсетях Достигнув поставленной цели не без помощи своих фэнов, звезды, как и обещали, восстановили аккаунты Любовь и мир воцарились, да здравствует жизнь! Ну если наши артисты делают так, я не думаю, что будет такой большой спец, поскольку странички лишние Не думаю, что она настолько популярна к российских артистам и привлекает такое же количество посетителей В той же России уже давно учли значимость интернет-ресурсов Всевозможные аккаунты на десятках социальных порталов, собственный сайт и с полной информацией собственной страницы Википедии Чем больше твое имя на слуху, тем выше гонорар В Казахстане истина пока не прижилась Как и не приживаются пока официальные сайты исполнителей Magic of Nomads, Via Negra, Ex-China Town, Динара Султан Даже дива первой величины Дельна Сахмадьева может похвастаться лишь парой фейков в соцсетях На том список окончается Я не знаю ни одного сайта казахстанских исполнителей, которые действуют, или на которые я захожу Сайты родных селебов с переменным успехом существуют год, оставляя после себя след в виде сообщения «Запрашиваемая страница не существует» Львиная доля доменов безысходно простаивает пистрянкой двухлетней давности На самом деле нам очень стыдно, что мы только сейчас вплотнуюсь заняли своим сайтом Дело в том, что иконка сайта, она уже висит в течение года Теперь, слава богу, мы нашли необделенных творческими идеями коллег по созданию интернет-сайта И уже сайт готов, и скоро он начнет, скажем так, функцией клировать Сейчас вот мы ищем людей, с которыми нам было бы удобно работать по сайту То есть мы хотим его обновить полностью Поэтому сейчас находимся в поисках, поэтому он и не работает Многие артисты, ну не только артисты, а вообще любые, многие клиенты просто забрасывают сайт Не понимая, что его нужно постоянно обновлять, постоянно, чтобы информация была актуальной Только в этом случае он будет полезен своему владельцу О бесплатных платформах для казахстанских артистов и говорить не приходится Кроме КЗМС и ХитКИЗ адекватных доменов нет Кстати, последний создан айтишниками в качестве социальной сети Здесь можно не только общаться, но и добавлять новых друзей, создавать собственные группы, заливать клипы и аудиотреки Музыку, в принципе, казахстанскую можно скачать как раз-таки с ХитКИЗ То есть он, в принципе, для этого разрабатывался, чтобы там был наиболее массивный архив, грубо говоря, аудиозаписей и клипов казахстанских исполнителей Случается на виртуальных просторах и конфузы Один из таких случился с ребятами из того же бенда «Не все сказано» Их трек «Он того не стоит» был размещен на одном из интернет-ресурсов, как авторское творение российского коллектива «Фивеста Фэмили» Перепевать «Фивеста Фэмили» вроде и не собирались Россияне в принципе не подозревали о скандале, если бы не казахстанские журналисты Виновника, кстати, так и не нашли Это, в принципе, такое совершенно абсолютное недоразумение Просто на будущее фанатам советую внимательно относиться к голосам А ребята ваши очень клевые, перспективные Мы желаем им продвижения Я думаю, что у них есть перспективы выхода и на российский рынок Они симпатичные И голоса хорошие, и тексты В общем, все здорово и хорошо К слову, малоизвестные коллективы из провинции довольно часто выкладывают треки за именем признанных звезд Главное, чтобы голосок подходил Остальное приложится молитвами, доскачиваниями несведущих меломанов и фэнов У нас тоже была такая ситуация Нам очень часто пишут, скажем так, наши поклонники И говорят, что мне нравится песня, к примеру, с Жаном Которую у нас вообще в помине нет, никогда не было Присылают ссылку на эту песню, мы слушаем, а это, оказывается, не мы У нас есть такой момент, что у нас есть один трек старенький И кто-то его назвал другим названием И в России очень сейчас много людей думают, что наш трек «Я Растаман» выпустила группу ТГК Допустим, если в Ютубе вы наберете «Майкл Джексон», там, новый трек, или «Майкл Джексон 2010» То появится масса просто исполнителей, вокалистов с похожим тембром Но становится ясно, там, после нескольких строчек, что это абсолютно никакой не «Майкл Джексон» Наверняка сейчас участница девичьего коллектива «ФМ» Ильвира Куспанова держит курсор мыши как можно дальше от сайтов знакомств Два года тому назад наделала немало шумо-скандальная история с размещением ее анкеты на одном из популярных порталов Там виртуальный клон исполнительницы предлагал знакомство с продолжением Это было ужасное, скажем так, время для нас, особенно для самой Эльвиры Ей было очень плохо и очень больно это услышать И стоило Эльвире огромного труда, чтобы, скажем, убедить родственников, что это всего-навсего газетная утка И она как была порядочной девушкой, так и ею остается Конечно, легче взять какую-то фотографию певицы из девичьей группы, где она в каком-нибудь сексуальном наряде И разместить ее где-нибудь Опять же, все проходит, все забывается Подобные экземпляры не редкость Закрывать доступ к странице бесполезно, в интернете возможно все, а взлом дело привычное Главным же бичом соцсети являются фейки, люди, выдающие себя за известных личностей Разумеется, желающих войти в образ западной или российской звезды И пообщаться с фенами по ту сторону монитора на порядок больше, нежели приверженцев казахстанских суперстаров К примеру, Блэкстара ВКонтакте 32, Атины Канделаки аж 169 Такими результатами может похвастаться лишь Батырхан Шукена в количестве шести человек и дельна, с которой всего две Я считаю, что фейки создают вообще люди, которые из себя мало что представляют Поэтому им приходится брать чью-то личность, чтобы как-то себя хоть немножко продвинуть В моем мире очень много различных фейков, допустим, даже мой фейк есть Есть фейк Баттера из группы Линго ВКонтакте Некоторые фейки привлекают достаточно большое количество посетителей Вот, в принципе, от количества посетителей можно получить определенную прибыль В отличие от уже не дикого Запада, казахстанским селебрити с более уверенно вести себя во всемирной паутине В принципе, как и в реальной жизни, мешает менталитет Отечественные звезды чрезмерно озабочены защитой личной жизни от всего и вся Именно по этой причине профессия папарацци до сих пор не востребована В Казахстане интернет-рынок вообще очень отличается от российского То есть не у всех есть осознание того, что в интернете многие люди получают быстро и качественно доступ к информации какой-то В интернете здорово пиариться, мне кажется, еще пройдет годика два-три И основная масса, основной упор пиара будет за интернетом Просто наши люди, наши читатели, зрители, поклонники, кто угодно, должны расти Должны расти вместе с интернетом Интернет дает такую возможность, просто надо правильно ее использовать